Здравствуйте! В эфире программа «Правовое поле» в студии Татьяны Трофимова. Почему-то опыт показывает, что чужие ошибки, даже роковые, нас ничему не учат. Все равно мы продолжаем надеяться на авось, нас это не коснется. Ужасная трагедия в Кемерово, которая произошла в конце марта. Погибли дети. Казалось бы, предприниматели и бизнесмены во всех регионах с ужасом должны были схватиться за голову и начать экстренно наводить порядок там, где это необходимо. В торговых центрах, кинотеатрах, в детских игровых комнатах. Но, к сожалению, так происходит не всегда. Надзорные органы Чувашии проверили торговые и развлекательные центры, рынки, кинотеатры. Выявили массу нарушений, а предприниматели устранять их не торопятся. Для отделки торговых центров и эвакуационных путей используют горючие материалы. Запасные выходы заваливают мусором или просто закрывают. Отключают систему пожарной сигнализации, потому что содержать ее, как положено, слишком дорого. Это основные нарушения на объектах, которые выявили сотрудники прокуратуры и пожарные. Наша главная цель – не допустить подобной трагедии. Всего проверки охвачено 257 объектов, в том числе 30 торгово-развлекательных объектов, 13 рынков, 37 объектов культуры, 31 спортивных объектов, 15 объектов социально обслуживания населения. Выявлено 1875 нарушений законодательства. Кафе «Дровишки» в Доме МОД из числа тех, кто подвергает опасности жизнь своих посетителей. 26 апреля там вспыхнул пожар от перегрева в системе вентиляции. Хорошо, что никто не пострадал. Огонь быстро потушили, людей из Дома МОД эвакуировали. Но ЧП можно было избежать, устранив нарушения, которые здесь выявили надзорные органы еще в начале апреля. Дровишки и еще 10 заведений в республике, в которых грублейшим образом нарушают противопожарное законодательство, теперь могут закрыть до устранения причин. Прокуратура вышла с иском в суд. В этом же списке нарушителей находятся торговые центры «Мадагаскар», «Мегамол», «Шубашкар», торговый дом «Юрат» и даже спортивная школа имени Соколова. Предприниматели и руководители организации самостоятельно проводят перепланировку помещений, уменьшают ширину проходов в коридорах, большие торговые площади превращают в опасные комнатушки. Часто встречаются, они исключают систему пожаротушения, водяную систему, или переводят в ручной режим, что крайне допустимо, как случилось с зимней вишней. Вы обязаны за три дня известить его, что придется плановая проверка. Конечно, на автоматический режим перейдет на это время, путевку отца освободит, а потом пить коробку и заставит. Проблемы есть, и их надо решать. Одними штрафами и предписаниями здесь не обойтись. С одной стороны, необходимы изменения в законе, чтобы предприниматели чаще проверяли надзорные органы. С другой, у бизнесменов должна быть социальная ответственность за жизнь людей, которым они предоставляют свои услуги. И такие в Чуваше есть. После проведенных проверок на сегодня 56 объектов нарушения все-таки устранили. Сегодня о нарушениях законодательства пожарной безопасности в местах массового пребывания людей мы будем говорить со старшим помощником прокурора Чувашской республики по взаимодействию со средствами массовой информации Сергеем Александровичем Кабуркиным. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте. Давайте еще раз уточним, какие именно нарушения чаще всего допускают наши торговые центры, другие предприниматели, в других организациях массового пребывания людей. И поговорим об основных нарушителях. Да, по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации нами во взаимодействии с Главным управлением ЧС России по Чувашской республике проведены проверки соблюдения правил пожарной безопасности на 257 объектах с массовым пребыванием, в том числе это 30 торгово-развлекательных центров. Основными нарушениями правил пожарной безопасности, которые были выявлены в ходе совместных проверок, являются это отделка помещений горючими материалами, захламленность эвакуационных путей, отсутствие пожарной сигнализации, отсутствие также сертификатов пожарных сертификатов, а также иные нарушения правил пожарной безопасности, которые ставят под угрозу безопасность, жизнь и здоровье граждан, которые находятся на этих объектах. Кто основные нарушители в нашем регионе? Как показывают наши проверки, 40% всех нарушений приходится на торгово-развлекательные центры. Это 719 нарушений. Дальше по списку идут объекты культуры и спорта, на них приходится четверть всех выявленных нарушений, потом рынки, на рынках отмечу, что выявлено в среднем по 21 нарушению, также в числе нарушителей оказались и объекты социального обслуживания населения. В них выявлено в среднем по 10 нарушений правил пожарной безопасности. Хорошо, проверки проведены, вынесены какие-то предписания. Сейчас, получается, предприниматели и руководители организации должны заниматься устранением этих нарушений. Что будет, если они их не устранят? Да, совершенно верно. По всем выявленным нарушениям органов прокуратуры Республики приняты меры прокурорского реагирования. Это и возбуждены дела обстрих правонарушениях. Следует отметить, что 107 лиц уже привлечено к административной ответственности, а также внесены представления об устранении нарушений закона. По Федеральному закону о прокуратуре Российской Федерации представление рассматривается 30-дневный срок. И по результатам по окончании этого срока должны быть приняты конкретные меры, направленные на устранение выявленных нарушений. То есть сейчас мы можем уже констатировать, что на 56 объектах эти нарушения правила пожарной безопасности устранены. В случае, если нарушения все же не будут устранены по каким-либо причинам, то здесь уже мы будем обращаться в суд для того, чтобы уже в судебном порядке добиться соблюдения требований правил пожарной безопасности. Сергей Александрович, сколько нарушений нужно найти в торговом центре, чтобы его закрыть тут же на месте при проверке? Вообще существует ли такая возможность? Допустим, там найдены, не знаю, десятки нарушений. Они очень жесткие нарушения пожарной безопасности. Есть такая вероятность? Да. В случае выявления нарушения правил пожарной безопасности здесь каких-либо четких критериев для принятия той или иной меры прокурорского реагирования как таковой не существует. В каждом отдельном случае мы индивидуально подходим к характеру выявленных нарушений. При этом анализируется их грубость, вникновение реальной угрозы безопасности нахождения граждан в том или ином объекте массового пребывания. Учитывается также массовость и системность данных нарушений. И уже, естественно, после этого, после анализа всех совокупностей нарушений, мы принимаем те или иные меры прокурорского реагирования. Если говорить о закрытии объекта массового пребывания граждан, то в данном случае мы используем несколько иную формулировку. Мы говорим не о закрытии в целом объекта, а мы говорим о приостановке его деятельности, потому что именно такая юридическая формулировка применяется законодательством. Так вот, при оценке вопроса приостановления деятельности, как я уже сказал, мы также оцениваем характер правонарушений, наличие грубых нарушений, их массовость. Отмечу, что нами по итогам проверок в 11 случаях именно инициировано в судебном порядке вопрос о приостановлении деятельности объектов до устранения всех выявленных нарушений правил пожарной безопасности. Сергей Александрович, насколько я знаю, Вы сами непосредственно участвовали в этих проверках, которые проводились в торговых центрах. Скажите, пожалуйста, что Вы скажете про социальную ответственность наших предпринимателей после этих проверок? Ну, в целом, если говорить о принимаемых собственниках объектов с массовым приводом граждан, то в целом, если брать, то мы, конечно, хотя и сталкиваемся с массовыми нарушениями подчас, даже вспомнить тот же МТВ-центр, где выявлено 149 нарушениями правилами пожарной безопасности, но следует отметить, что в большинстве случаев с пониманием относятся собственники таких объектов к необходимости именно приведения в нормативное соответствие пожарной безопасности того или иного объекта. И, соответственно, поэтому наша цель прокурорских проверок это именно устранить эти выявленные нарушения и не допустить трагедии. То есть мы не ставим перед собой цели, как Вы говорите, закрыть тот или иной объект массового привода. Наша цель именно создать безопасные условия граждан на этих объектах. Ну, после проверок, то есть Вы можете сказать, что предприниматели, руководители организации, они идут навстречу и собираются устранить нарушения, да, все-таки? Да, да. Они берут на себя эту социальную ответственность? Да, если говорить о социальной ответственности, да. Мы не видим фактов явного игнорирования наших требований. И, соответственно, мы видим, что принимаются меры, направленные на устранение выявленных нарушений. К этой теме, я думаю, что мы еще не раз будем возвращаться, даже в новостных сюжетах, потому что пройдет месяц, и будут новые проверки, да, насколько я понимаю. А сейчас меня очень интересует вопрос по поводу детских игровых комнат, которые расположены выше второго этажа. Я вот тут даже подготовилась. Сейчас вам хочу зачитать. Из российской газеты выдержка по поводу вот как раз этого закона. Все торгово-развлекательные центры в России, которые были открыты после 1 января 2010 года, и где детские игровые комнаты находятся выше второго этажа, незаконны. Именно с этой даты, пишет российская газета, в Минстрое, начал действовать СНИП, утвержденный 1 сентября 2009 года, с правилами размещения детских комнат. Второе условие – они должны быть не дальше, чем в 20 метрах от эвакуационного выхода. И эти правила касаются любого общественного здания, торговых центров, кинотеатров и прочих. Ну, так написано в СНИПе. Кто должен за этим следить? И почему эти правила практически никто не соблюдал до этих проверок сейчас, по крайней мере? Действительно, существуют строительные нормы, которые, как вы правильно озвучивали, подразумевают нахождение детских игровых комнат или центров не выше второго этажа в торгово-развлекательных центрах. Значит, хочу отметить, что подобные нарушения нами также в ходе проверок были выявлены, приняты меры прокурорского реагирования, и мы будем жестко контролировать устранение этих нарушений. Что мешало выявить раньше? Я могу здесь только отметить о том, что, как вы знаете, у нас есть так называемые надзорные каникулы, когда в плановом порядке существует законодательный запрет на проведение проверок, и это в определенной мере ограничивало надзорные органы, которые непосредственно уполномочены проводить проверки, вступление правил пожарной безопасности, такие проверки проводить. Но сейчас, то есть, если они не устранят эти нарушения, там тоже будет обращение в суд, насколько это? Да, значит, в случае, если мы увидим, что нарушения не будут устранены, то мы уже будем ставить вопрос об их устранении через суд. И другой вопрос, который в последнее время, конечно, не обсуждался, но он тоже касается пожарной безопасности. Как жителям многоквартирного дома и, наверное, многих телезрителей наших интересует вопрос, какие правила, законы распространяются на городские жилые дома, где вот на балконах проходит практически у всех вот эта пожарная лестница, но в последнее время балконы переделывают людей, эту лестницу просто срубают, ну, то есть ее там практически нет, этой лестницы. У кого-то есть, а если у твоего соседа нет, уже получается, ты не в безопасности. Вот какие здесь нормы и правила? Здесь также действуют правила пожарной безопасности для многоквартирных жилых домов. Но если говорить о закрытии путей к этим пожарным лестницам, которые размещаются у нас, как известно, на балконах многоквартирных жилых домов, то это расценивается как загромождение или закламление эвакуационных путей. За это у нас также есть административная ответственность, она наступает по статье 20.4 КОАП Российской Федерации, часть первая. Ну, подобные проверки у нас проводятся отделением надзорной деятельности, значит, по линии МЧС России Почувашской Республики. То есть это вопрос к МЧС получается? Да, это вопрос к МЧС. Спасибо. В нашей программе есть рубрика «Вопросы от телезрителей». Эти вопросы могут не касаться нашей сегодняшней темы. И вот какой вопрос нам телезрительница наша, Татьяна Васильевна Маркелова, прислала сегодня. Смотрим и отвечаем. Здравствуйте. Обращаются к вам жители города Мариинский посад, проживающие на улице Фрунзе. Проблема наша заключается в отсутствии дороги на улице. С ранней весны до поздней осени и в дождливое лето мы не имеем возможности добраться до наших домов, где проживаем много-много лет. Из-за отсутствия какого-либо покрытия, кроме природной глины, мы лишены возможности обслуживания газового оборудования, медицинского обслуживания и приезда пожарных машин. После пожара в сентябре 2017 года мы обратились в администрацию Мариинского посада с просьбой помочь нам построить какую-либо дорогу. На что получили ответ. Строительство дороги с асфальтовым покрытием по улице Фрунзе в ближайшее время за счет местного бюджета не планируется. Для решения вопроса они нам предлагают бюджетное, инициативное бюджетирование. У нас возник такой вопрос. Скажите, пожалуйста, правомерно ли предложение об инициативном бюджетировании в вопросе о строительстве дороги, так как дорога не была еще и построена. Если предложение правомерно, то какая доля софинансирования жителей нашей улицы? Спасибо вам большое. Мы предлагаем видео нашей дороги и ответ, который нам дала администрация Мариинского посада. Вот такой вопрос от Татьяны Васильевны. Получается, город Марпасад, а дорог нет. Ну вот как так вообще? Где здесь? Значит, по обращению жительницы города Маринский посад я могу отметить следующее. Судя по кадрам, запечатленным на видеообращении, мы видим, что здесь вопрос касается не только содержания автомобильной дороги, как таковая она практически здесь отсутствует, но вопрос и благоустройства населенного пункта. Значит, эти вопросы, вопросы благоустройства населенных пунктов, строительство содержания автомобильной дорог местного значения относятся к полномочиям поселения. В данном случае речь идет про Марпасадское городское поселение. Значит, по данному факту прокуратура Марпасадского района уже отреагировала. То есть, прокуратура района внесено представление в адрес главы администрации Марпасадского городского поселения, в котором ставятся требования устранить нарушения, связанное именно с содержанием дороги по улице Фрунзе города Марпасад. То есть, дальнейшая судьба этой дороги будет отслеживаться прокуратурой Маринско-Пасадского района? Да. Любой акт прокурорского реагирования находится на контроле и отслеживает его реальное исполнение. То есть, вопрос под контролем. Спасибо, Сергей Александрович. Я напоминаю телезрителям, что мы ждем от вас видео-вопросы и текстовые сообщения на адрес правовое поле 21sobaka.mail.ru. На этом у нас все. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова